Там померещилось. Это две, которые вчерашние были. Они у меня на экране. Я как-то... Мы снимали на другом видеоролике. И каждая... А она была... 1,89 только набирала. Больше нельзя было. А она прерывалась и начинала дальше другую. Два ролика. И потом я их двойные так и выставлял. А тот, кто там работает, он их готовые там сразу слепил и все. Я гляжу, у меня было 1100, а потом гляжу их там 800. А где остальные? Какая слепилась там все. Ясно. А вот этот вот свежий ролик, который не надо, не ужимайте, вы сразу его и закидываете в Ютуб. Вот который сегодня беседовали? Да, прямо вот... Без ужатия его выставляете. Ну я выставлю сейчас, без ужатия выставлю. У него хороший вопрос у Евгения. Он сегодня о старобрядцах спрашивал А крещение там... А то посмотри, кто тут... Он мне звонил, я ему сейчас перезвоню тоже. Он Алексей... Он Алексей спрашивал ваши позорные сегодня, вчера с Алексеем Загуляем. Я сегодня его видел. А вы на него не можете выйти? А вы на него не можете выйти? Енательевич, а мы... Чё там? Уже это... Виктор уже подобрал там все. Теперь он вам привезет. Я думаю, вы посмотрите, эти примери, эти там, как эти... Ну дойдет, если то возьмем. Вот если благословите, то возьмем тогда их. Выставил я на форуме, как я в больницу меня возили вчера. Решили проверить маленько, подмарафетить. Ну, уши как проверяли, и глаза. А Виктор Андреевич-то, врач-то, сегодня при наволокте капать. А что инфекция, опять попала у меня? Инфекция, я еще в прошлом году то повредил глаз-то. И она легко теперь попадает. Почему? А с ушами так... Я сходил, еще не делали, еще только осмотрели. Ну, мне очень понравилось как они делали. Мне и такая надала в руку, у меня пипитка. И там два трубочки заходят. И она дает сигнал! И говорит, сейчас на правое ухо будет. И разные... Высокие, низкие, ТИИИИОООООО.. И как только голос начинает... Звук начинается, вам слышно, то нажимайте А я нажимаю, и она себе точки ставит И делает график, вычерчивает И мне понравилась эта математика Ну и вот она Все это высчитала Потом там другой кабинет Ну а та тоже осмотрела и аппарат Который нажать, а я аппарат не хочу Никак, но потом подумал Особенно когда мне вопросы задают Когда дорога едет, вопросы Когда я доклад делаю или там выступаю Выступаю, пробую, мне это не надо Я слышу А вот когда вопросы задают Вопросы-то мне надо переводить Уходит в два раза длиннее, а мы торопимся Я тут подумал, надо, наверное, это время И вот она мне приставила Да, она приставила куху-то мне И отошла, и они там разговаривают А мне кричат А на что вы кричите-то? Нормально разговаривают Вот такая слышимость, как кричат А я больше на ничего не делала И вот вчера это были мы А я сегодня в храме стал слышать А то у меня вот три недели Это грипп или насморк был И у меня заткнуло Я сейчас разговариваю Уже звук в ухо в левое не идет Я намного лучше стал слушать, чем вчера А Виктор говорит Это из-за того, что Представляли вам аппарат Я говорю, не из-за этого Потому что тамошняя, которая там Запридел, то отошло Ну пускай сделают Янатихич, вы посмотрите Я прям даже вот Так интересно становится Вот все братья, вот Все в общине ваши, понимаете Все люди Да я и по себе тоже Я так никогда не разговаривал Я разговариваю всегда тихо в скайпе Вот А это же все кричат Все абсолютно Все ваши, все рядом, которые люди Все кричат Понимаете как? Это кажется, что кричат А на самом деле не кричат А они любят просто меня Ну понятно, из-за любви же к вам Это такой крик-то Он и не нервный У меня тоже У меня голос такой Людям кажется, что я Иной раз гневаюсь А у меня голос просто такой Я иногда по телефону звоню Вот разговариваю с людьми А люди мне А что вы со мной так разговариваете? А я вроде нормально разговариваю А им кажется, что я гневаюсь Да не да, Гнев Ну что сделаешь? Какие мы есть Вот он принес И главное, деньги ни за что не берут Вот это меня сильно томит Не берут То есть лекарства На все На все люди собирали деньги Все миром собирали Да тут не собирали Врач принес там Который лекарства Там еще что-то Он всегда сам берет Он целую аптечку составляет Он не собирает Он от своего отрывает Я когда бы не говорил Нет, вы нам больше даете Да перестаньте Да и вот вы Забьют меня, забьют А я все равно на душе как-то Я говорю Сейчас аппарат они думают Все-таки надо поехать Куда-то меня повезти Но одно условие Не Чтобы не платить А батюшка пришел и говорит Так тебе бесплатно дадут Реабилитированные льготы имеют на это Я и забыл про эти льготы Я ни разу не пользовался Сколько? Двадцать Двадцать четыре года уже я льготник Имею право поехать в любой конец Советского Союза Бесплатно Зубы вставлять Я ни разу не воспользовался Даже и не подумал об этом О, балда Мне льгота есть Действительно Я посмотрел Действительно Да, реабилитирую Полизаключенным Эта льгота дается А я и забыл Ну да А сейчас Что же я хотел То еще Завтра Референдум По Крыму будет Так что В понедельник Ко вторник Там может быть Маленькая Температура Другая будет А они же собирают Там эти Ополченцы Собираются Целой армии Там уже Десятки тысяч людей Собрались Такие новобранцы Вот Ну За самостоятельную Украину Будут воевать Против Русскоговорящих А которые Татары Если говорить Такое дело Что Крым Выходит Мы тоже Говорят В Крыму Говорят Выходим Уходим тогда Говорят Мы в Турцию Запрашиваем Турцию Чтобы Турция Приняла Приняла Пусть В Крыму Будет ее штат Интересно Так Так вы никогда Там не были Крым-то И он С самого начала Принадлежала Россия Это Хрущев Бесноватый Взял Отхватил Жене подарил Говорит Но еще тут Удивляться Что конфликтная Ситуация Это даже Он не подарил Там Начали поднимать Документы А там Не оформили Даже документы Правильно Вот То есть Он еще по закону Принадлежит нам Еще Крым Там документы До конца Не оформлены Он Крымя не принадлежал Но теперь-то Ей отдан И поэтому Просто так Разошлись Допустим Ну когда разошлись Двое Рассорились Ну подарки Ну подарки-то Не отнимают Назад Считайте Подарили Там подняли Вопросы Еще В общем Под эту Марку Подняли Вопрос По Этой Самой По Аляске В общем Начали бумаги Поднимать Аляска Тоже уже Нам Принадлежит Там бумаги Не были Оформлены В общем Сейчас Суд подают Аляску Возвращать Будут Да Ну это так Мы между делом Просто сказали Главное Сегодня у меня Я сегодня Причащался Вот самое главное Что У меня Особый день А как часто Вы причащаетесь Посты Четыре раза в году Я считаю Это самое Оптимальное Чаще Не практикуется У нас А и реже Если в течение года Не причащался Соглашенными Обязан выходить Из храма Что-то Он честно Говорит Причащайтесь Как можно чаще Причащайтесь Хотя бы раз в месяц Причащайтесь Батюшка знает И я знаю Таких Чем чаще Причащаются Они как бесноватые Делаются Куда попало Лезут И А мне о чем Не думать Сами над собой Неграма не работают У батюшек Один закон Чаще исповедуйся Чаще Причащайся А что Ты-то оставался Какой Змей Горыныч И такие яйца Высиживаешь Их это не касается Чаще Исповедуйся Ну по сути По сути Причащаться Можно каждый день Потому что человек Выходит Из храма И тут же Грешит То есть Ему можно возвращаться И опять же Причащаться Ну вот мы нашли Что самое Оптимальное решение Это Каждый пост Но можно еще На день ангела День рождения Ну не меньше Одного раза в год Вот От четырех До одного Я для себя знаю Что Четыре раза Этого вполне Достаточно Вполне И Ничего Больше не дает Если ежедневно Даже будешь Причащаться Ничего Это не дает Ни с какой стороны Человек Над собой Не работает Он будет Только стоять Я верю Я это принимаю Мария Египетская За 47 лет Один раз Причастилась И у нее же не отрицается Она главное не отрицала Но 47 лет И ни разу А возьми Марк Фращевский Вообще Уверх Беспричастия Один из самых Великих Святых К нему как-то Серапион Пошел Это Жития святых Говорит Его иногда Марк Афинский Называет Но гора Фращевская И по ней Стал он называться И он к нему Расспрашивал Расспрашивал И дошел до него А тот Никогда не видел Уже людей Забыл все Ну и Стал говорить А у вас Там как Вера сейчас Он говорит О у нас Такое благочестие Столько храмов Говорит Семинарии открыты Этот Серапион Ему рассказывает А Марк и говорит И если Говорит Вера С горщичное зерно Скажете Горей Сей Двинься И она Двинется И в это время Говорит Я услышал Грохот Глянул И гора Говорит Двинулась И пошла Он поднял голову Говорит Гора Я не говорил Двигаться Я просто Процитировал Из Евангелия Вернись На место И снова Грохот Камнепад И гора Говорит Пошла На место Я говорит Упал И сказал Отче Такой веры У нас нету Вера Благочестие Это есть Крестные ходы Мощи У нас все есть А какая вера Не верят Живут По мирскому Люди Блудят Напропалую Вдребезги Все разнесли Такой веры По этому вопросу По вере Задаются Такими вопросами Что именно Господь Подразумевает Под верой Во что Надо верить Вера должна быть В Бога Или в себя Вера Веруйте В Господа Иисуса Христа И в Бога И поступайте По запах Когда Господь Сказал Если ваша вера Вера будет Горчичное зерно То будет По вере вашей А что это за вера В себя В свою силу Или что Вера в то Что Бог Все может Но вера Тут двух видов Одна вера Спасительная Кто верует Сына Божия Имеет жизнь вечную А другая вера Чудодейственная И люди Не понимая этого Они говорят Ну можешь Чтобы гора взминулась Нет У тебя Горчичное зерно Веры нету Он говорит Одни чудотворцы Это чудотворение Это талант Бог дал такой И они об этой Вере Та решают Люди даже Этого не понимают Гора Двинься А что тебе От этого Да так Мы долго с ним беседовали И он вдруг Говорит Марк Ну что брат Пора подкрепить Эту рабыню Рабыню Вот эту плоть Я вижу Говорит Сверху Протягивается Рука И кладет Два хлеба Большие там Батоны Он говорит Благодарю Брат Его ангела Питает И он А экстерапиона Говорит Поверь Брат Все эти годы Было по одному Хлебу И сегодня Только ради тебя Два хлеба Ангел знает Вот как люди жили Но Так Жития написано Я не могу Это сказать Баптистам Другим Они Жития не считают Не знаю Ну у православных То Вера Больше Чудеса Ну смотрите Вот они Все таки Те же Баптисты Они Не считают Жития А какая у них Пламенная вера Все равно Вот говорят Вот мы берем Допустим Сто человек Из храма Выходят Давайте мы Исследуем Вопросы зададим Как живут То другое Некоторых знаем Из сто баптистов Ну сто много По десять возьмем Так сравнивать Даже не приходится Православные Ругаются И пришел Случайно Только Евангелие не знают А эти знают Живут чисто Почему? Потому что Они считают Слово Божие Хотя они не в церкви Господь говорит Вы уже очищены Через слово Которое я проповедовал Через слово А его спрятали От православных Главное Покупая свечки Мощи целуй Ну и иди домой Причищайся Чаще Исповедуйся Чаще Причищайся Вера Это не евангельская Апостол Парк филиппийцам Говорит Подвязайтесь Единодушно Все Ни один Ни два человека За веру евангельскую Я подвязаюсь 51 год За веру евангельскую И поэтому Так Все это выглядит А это такая Ты избран Я избран дьяволом Я богом Какая разница Я должен говорить Правду И говорю Ты должен ложь Говорить Говоришь ложь Получишь В свое время Возмездие Геннадий Техович Вот Сейчас В храмах Священники Ну В проповеди Ну не все Конечно Но многие Людям предлагают Читать евангелие Вот А о ветхом завете Не говорят ни слова Насколько Человеку Важно читать Ветхий завет Ну без ветхого завета Мы и новый завет Не будем понимать Вот Смотрим Евангелие От Иоанна 1.29 Иоанн креститель Видит Иисуса И говорит Вот агнец Божий Который берет На себя грех мира Какой агнец Какой грех Если ветхого завета нету При чем тут агнец Ягненок то И как он его берет И грех мира Это надо знать Грехопадение Это в ветхом завете Что приносили ягнят В жертву В ветхом завете И что клали на жертвенник В ветхом завете И святыня великая Всем не освящает А агнец Божественного Агнец Который Положили на крест Без ветхого завета Мы вообще ничего Не должны понимать Нам кажется Что мы так понимаем На самом деле Мы все основаны На ветхом завете Мы увидели радугу А что означает Символ милосердия Что Бог снова потоп ненавидет Откуда узнали это 9 глава там деяния Это бытие Ну другое Что бы ни казалось Там вот это Содомский грех Откуда слово Содом Из ветхого завета Мы начинаем читать Да кто Господь говорит Господь силен Из всех камней Детей Аврамуса Кто такой Аврам Но если ветхий завет То не считать Вообще ты не будешь знать Как обратился Вот как Исааков Приносил жертву Имея его признаменование Вот какое дело Так что Ветхий завет Необходимо нам знать Нужно считать И любить И когда Господь сказал Евангелие от Яна 5.39 Ногами не зацепи Не наступай на провод Вот И говорит И следуйте Писание В то время не было Ни Евангелия Ничего Только ветхий завет Исследуйте Писание Это речь идет Исследовать ветхий завет Ну мы переносим На новый завет Теперь уже Но когда Господь Так говорил Евангелия не было Они написаны будут После его вознесения Через 5 Через 10 Через 35 лет Каждый евангелий В свое время будет А Христос Прямо говорил Вы через них Думаете иметь Жизнь вечную Ну Писание А они свидетельствуют О мне Где? Да во всем Ветхом завете Все что делалось Это были образы для нас Чтобы мы не были Походливы на злое 1 Коринфян 10 6-11 Оттуда А как бы мы знали Образы эти Мы не знаем Ни одного имени Ни Иакова Ни Исаака Образы какие были Господь им говорит Как было в одни Ноя Ели пили Женились Выходили замуж А что ты скажешь Про Ноя Какое Когда ты Ветхий завет Не считал Так будет Пришествие Сына Человеческого Господь Постоянно Обращался К Псалтире И упрекал их За неверие Воскресший И стал им Открывать По порядку Все что было Предсказано о нем Вы это считали Считали Но забыли Ведь Моисей же сказал Что из вас самих Оставлю вам пророка Слушайте как меня 18-15 Таразакония А как бы Господь ссылался И была Говорит зима Празднование зимы Откуда мы знаем Это считаем Евангелие Празднование Обновление храма Это только Ветхом завете А в Новом завете Это ссылка На это идется И все время Ссылки даются На Ветхий завет Его нужно знать Конечно Мы Новый завет Должны знать больше Живем по Евангелию Но Ветхий завет Содержит псалтырь Книга Молитва И мы по ней молимся А кроме того О Париме Считаются Ветхозаветные Постановления Мы все узнаем Оттуда Пророчества Когда говорится Так вот Как Яков Там уснул Там про воду Где при источниках Ну когда водосвятие Считается Все оттуда Когда обвечают Да будешь Как Ревекка Как Рахиль Священник Считает сегодня А который стоит Ревекка Рахиль Ничего не знает Он думает Креветка Какая-то Какая-то Это Ревекка Это женщина была Такая Бабки выходят После Пасхи Она сестра Подошла И спрашивает Вот поются Что такое Из сущих Во гробе Что такое Она понимает Бабка Сущий Воробей Да какой же Воробей Это здесь Никакого Воробья Нету Как этот Пишет Отложим По печенью Они то Печенье Купили Откладывают По одной Печеньюшке По печенью Заботы Отбросить От себя Мы Ветхий Завет Должны Знать Очень хорошо И поэтому Если будут туда Вставки Какие-то Мирские Мы сразу Обнаружим И скажем Не наша вера Наша вера По слову Божию Четко И ясно Вот Христос Сказал Исследуйте Писание Вот Первые века Не было Толкователей На Писание Вот И сейчас Вот К примеру Те же Баптисты Они вот Считают Что они Писание Исследуют Духом Святым И Дух Святой Им дает Толкование Вот Ну и правильно И так же Первые времена Люди Ты как Вот Христос Сказал Исследуйте Писание А раньше Не было Кто подсказал Были С первого дня Притом были Апостол Павел Говорит Во-первых Поставил Апостолами Во-вторых Пророками В-третьих Учителями Это Павел Пишет Значит Они были Учителя Которые Истолковывали И это Толкование Осталось Варнава Там что писал Игнатий Богоносец Это так Первому веку Все относится Это сохранилось Их послание А уже Второй век Там уже пошли Ирине Леонский Поликарп Смирский Там уже Много было А уже Четвертый век Самый Учителя-то Учились От Духа Святого Конечно И сектанты Когда говорят Не надо Мы о Духа Святого Говорим Они обманывают Себя и других Если вы Баптисты Одинаково А почему Адвентисты По-другому Тоже От Духа Святого Тысячи сект Говорят 21 тысяча У всех Библия У всех Духа Все по-разному А притом Очень Разная В основополагающем Догмате Одни верят Троицу Другие Не верят Одни считают Надо крестить Детей Другие Не надо Конфирмация Проводится И чего Только нет Разница Это только Один разговор Вне церкви Нет спасения Вот это надо Запомнить Вне церкви А церковь там Где есть Рукоположие Епископат Надо шире Маленько смотреть Староверы Они никого Не признают Максим Исповедник Федор Студит Все На этом Замкнуло А никакого отношения Федор Студит К этому не имеет Они просто Передергивают И там Что он говорил Иконоборством Они перекладывают На все Это патриарх Еретик Ну и Как он Еретик В чем Еретик Хотя Покажите А вот он Молился С Папой Римский А Папа Еретик Ты ничего Еще не доказал Ничего Не доказал Кроме того Что Ты ничего Не знаешь Я долго Исследовал Все И нашел Что церковь Вот от Пяти Отростков Я всегда Об этом Говорю Православие Католицизм Григория Армяне Копцы И сирийцы За пределом Этим Одни секты Надо найти Вот об этом И говорил Ясно Ну что Я буду Сейчас Загружать До утра У меня Отмолотит Это Избужать А мне Как Аразис Ну пускай Пускай Ну да А я там Увижу И я заберу Сразу Хорошо Что у меня Сейчас нет А то бы она Не дала Говорить Когда она Молотит Там Она тут Все тормозит И очень Сильная Программа Много Отнимает Когда молотит Я даже С трудом Открываю Другие Файлы Ну что Если ничего Нет Благословляй И вас Бог Благословит Спаси Христос И вот Если что Тогда еще Спрошу Если что Там будут какие Вопросы Давай прорабатывай По Смоленску Ставки у нас Нету Пока нету Тут у нас Продвигается Помаленьку Где то что то Мы находим Вот маленько Погодя еще Если только Придет из Англии Приглашение Мы сразу же Отправимся Открывать визу Через месяц Будет Но дальше Самое основное Будет ставка А дальше Уже заниматься Машиной Все остальное Я просто верю Что Бог Дарует все В свое время Не дается Пока Видимо не время Еще Пока Что то Прям У нас Время еще Есть Еще один Есть И вполне Мы можем Подождать Ну что Ладно Выходи Из игры Да Все Оставайтесь С Богом С Богом Спасибо Спасибо Христос Это Бог Так сделал Чтобы мы Опознали Друг друга Давай Скачаем Видишь как Вот один Отошел Второй Ну что у меня Было бы Если бы я был Неверующий Еще бы не было Ну что там В деревне Сидит Кто-то Бухтит Неверующий